Повести временных лет Россия и Украина и Беларусь и многие другие чада, живущие в разных государствах почти что на всей нашей планете. И будем верить, что Господь будет с нами. Россия и Украина Россия и нашим достойным национальным лидером Владимиром Владимировичем Путином поддерживаем глубоко выверенный курс на укрепление независимости, мощи и процветания нашей Отчизны, мира и справедливости и взаимопонимания во всем мире. Мы молим его всемилостивящего о всех наших воинах, надежных защитниках нашего единого Отечества, в особенности о тех, кто исполняет свой священный долг перед Родиной во время проведения специальной военной операции на Украине для защиты мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризации и устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае. Пусть укрепит дух их и нас тоже, если нужно до конца довести это дело, чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было, потому что потом дихлофоса не хватит. Мы все прекрасно понимаем, что это происходит при прямом руководстве и участии США и потворничестве стран Запада дошло до расширения присутствия военной машины Североатлантического блока НАТО вплотную к западным границам нашей Родины. Мы не должны забывать, что нет отдельного государства России и отдельного государства Украины. То это одна большая страна, которая по воле Кришны для каких-то определенных целей была разделена на много отдельных государств, которые сейчас находятся в конфронтации друг с другом. Это одна страна и один народ. И то, что сейчас происходит в Украине, военная спецоперация по защите Донбасса и по демилитаризации, деноцификации Украины, это продолжение того дела, которое мы делали в 1945 году. Мы, русский народ, продолжаем сейчас уничтожать фашизм. Преданные России должны быть вместе с президентом нашим и с нашей армией и молиться о двух вещах. Первое – это о том, чтобы сила русского оружия сбросила эту всю нечисть фашистскую в Атлантический океан. Субтитры создавал DimaTorzok